Я, безусловно, абсолютно невежда в музыке, но для меня композитор может быть очень интересным. Степень одаренности композитору я определяю потому, что и как я думаю, когда слушаю его музыку. Плохую музыку я мгновенно узнаю по ее административности. Она мне приказывает, будь веселым или грустным. А я в это время думаю о том, что мне нужно сегодня зайти в редакцию, или что у меня выключат телефон, если я вовремя не внесу какую-то плату, плохая музыка – это автомобильные гудки, мешающие тебе думать. Хорошая музыка делает любого слушателя творческим человеком. Когда мы произносим имя Михаил Светлов, у нас перед нами встает образ комсомольского поэта. Мы вспоминаем его стихотворение «Гренада», другие стихи, наполненные любовью к жизни, оптимизмом. Но это был честный художник. И в течение многих лет он просто не мог писать стихи. И вот в конце 30-х годов Светлов очень мало пишет. И вот одно из немногих стихотворений Михаила Светлова, написанных им в конце 30-х годов, называется «Песня Слепцов». Ох, поет соловей на кладбище, над могилкой шумят тополя. Сосчитай, сколько сирот и нищих навсегда схоронила земля. Сосчитай, сколько сирот и нищих навсегда схоронила земля. Я стою перед близкой могилой, я давно свое счастье забыл. Хоть бы где-нибудь, где-нибудь милой, хоть какой-нибудь родственник был. Хоть бы где-нибудь, где-нибудь милой, хоть какой-нибудь родственник был. Ты живого меня пожалейка, Ты слепого обрадуй в Англии. Далеко покатилась копейка По кровавой, по круглой земле. Я стою перед близкой могилой, Я давно свое счастье забыл. Хоть бы где-нибудь, где-нибудь милый, Хоть какой-нибудь родственник был. Все богатство клюка да веревка, Все богатство считай, не считай. Разменяй же, Господь, сто рублевку По полтинничку нищим подай. Разменяй же, Господь, сто рублевку По полтинничку нищим подай. Ты живого меня пожалейка, Ты слепого обрадуй во мгле. Далеко покатилась копейка По кровавой, по круглой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok